28 стран ЕС привезли Украину лучший опыт, лучшие европейские практики и делятся ими со своими украинскими коллегами. Консультативная миссия Европейского Союза усиливает работу в Украине и активно сотрудничает с регионами. Сегодня у нас в гостях глава консультативной миссии ЕС Калман Межей. Здравствуйте! Добрый вечер, Файна, и добрый вечер зрителям. Мы очень рады вас видеть в Днепропетровске. Знаем, что у вас большая история сотрудничества с Украиной, но сегодня вы в Днепропетровске впервые, и мы об этом немножко поговорим позже. Но для начала, я думаю, что наших телезрителей надо познакомить, что же такое консультативная миссия ЕС? Значит, когда кризис начинался на Востоке, Украина превратила к Евросоюзу помогать и начинала взаимная совместная продумка, что делать именно. И согласились летом прошлого года, что самое хорошее было бы, если бы Евросоюз мог помогать, чтобы институты Украины, институты правоохранительные органы и институты юстиции стали более эффективными, среформировались. И поэтому эта консультативная миссия Евросоюза создалась. И, ну, скажем, зимой начиналось уже серьезно работать с вашими ведомствами в Киеве. То есть, по приглашению нашего правительства, для того, чтобы мы могли более эффективно начинать реформу, правильно я понимаю? Да, да, точно. Скажите, пожалуйста, вот... И чтобы ваше правительство, ваше государство стало более эффективным. Представители 28 стран входят в миссию. Скажите, пожалуйста, кто эти люди? Чем они занимались или чем они занимаются сейчас? Они эксперты из разных стран, многих из 28 представленных. Из полиции, пограничников, специальных служб и тоже прокуратуры, прокуроры и судей. Это вся целая скала того, что мы называем цивильного сектора безопасности, есть в нашей миссии. Приблизительно сейчас 150 людей. Надо сказать, что из этого есть много украинцев, потому что это только совместная продумка, совместные дискуссии. И работа может дать эффект, потому что все реформы в Украине должны быть в контексте. Это не абстракт, это должно быть в контексте именно очень специфичной ситуации в вашей стране. Скажите, пожалуйста, миссия активно работает, будем говорить так, в прошлом году вы начали работать, зимой вы продолжили эту работу. Сейчас работа активизировалась. И активизировалась работа не только в столице, но она активизировалась и в самих регионах. Скажите, пожалуйста, это одна из главных задач, и в каких регионах уже работает миссия, и что изучаете именно конкретно? Значит, я хотел бы начинать от того, что в мандате миссии есть слово «стратегическая помощь». Но, конечно, в такой стране, как Украина, которая является и большой, и очень много не работает по законам. Закон не работает, к сожалению. Работает по разным личным пониманиям, не всегда, конечно, законными. Это надо понять, как динамика между реформами, между законами реформаторскими и реальностью в регионах. У нас есть небольшая группа людей, которые уже ездили по регионам, но члены Евросоюза хотели бы понимать более глубоко этот связь между центрами и регионами, чтобы, возможно, адаптировать наш мандат к этим реальной ситуации. То есть, одна из задач, я так понимаю, миссия еще узнать, насколько регионы услышаны в центре, и насколько центр, центральная власть слышит регионы. Я правильно понимаю? Да, да, это очень важно. И это не всегда получается, что центры очень внимательно послушают нужды региона, нужды реформы, нужды всего. Потому что у вас все-таки есть традиции, советская традиция власти, и власть не спрашивает, власть указывает. И только когда демократическая, новая демократическая традиция углубляется в Украине, будет этот связь более консультативным и не указыванным. То есть, вы даже можете помочь наладить вот этот диалог регионов и центра, чтобы все-таки регионы были услышаны в центре, и чтобы это была не как бы указка из центра, а услышанное и совместное сотрудничество регионов, региональных властей и центральных властей. Ну, я думаю, этого нам действительно сегодня иногда не достает. Будем надеяться, что вы наладите этот диалог регионов и центра, ну, просто поможете друг друга услышать, наверное. Скажите, пожалуйста, в каких регионах уже сегодня работает миссия? Значит, этого типа аналитичная группа есть здесь, есть в Липске, есть в Одессе, есть в Харкеве. Вообще, в Львовском регионе мы очень интенсивно работаем уже над одним очень надежным экспериментом. Это очень интересный эксперимент, очень важный эксперимент, и мы о нем обязательно поговорим более подробно, потому что это важный эксперимент и для Днепропетровска в том числе. Я так понимаю, что вы на данный момент практически работаете во всех регионах, ну, и главная задача — это крупные центры, такие как Харьков, Одесса, Львов, ну, и Днепропетровск. Да, да. Рассказывайте, сколько же специалистов миссии приехало в нашу область и кто эти специалисты? Приблизительно есть 8-9 людей, которые на три недели приехали, не все на целые три недели, разговаривают в региональном правительстве, в городском, разговаривают с правоохранительными органами, тоже с прокуратурой, с судьями, тоже с неофициальными гражданскими структурами, чтобы понять именно этот связь между центрами и регионами и нужды реализации реформ. Реформ в разных структурах именно правоохранительной системы. И в юстиции. И в юстиции. Калман, не могу не спросить, скажите, пожалуйста, вы лично какую структуру, в какой стране вы живете, какую структуру вы представляете у себя на родине? Я работаю в Евросоюзе, именно в этой миссии. Я из Венгрии, и я работаю целую жизнь над восточноевропейскими реформами, начиная с экономии. Я экономист из образования, и постоянно расширил свое понимание динамики реформ в нашем большом регионе. Так, я понимаю, что вы помогали не только, помогаете сейчас Украине, до этого помогали и другим государствам, постсоветским государствам, будем так говорить. Скажите, пожалуйста, то, что вы видели раньше в Украине, и то, что вы видите сегодня в Украине, насколько Украина изменилась, или пока вы не ощутили каких-то изменений? Вот ваш взгляд. Человека, который не первый раз и не первый день в Украине. Изменений есть много, они все хорошие. Я работал раньше не только в постсоветских, но и вообще в постсоветических странах, между ними в Польше. Польшу особо глубоко понимаю, я могу сказать. И это очень интересно, потому что для вас есть некоторые особенно интересные сравнения по СКС, точно такая. Да, у нас даже население, у них 38, у нас 46, и у нас очень много действительно общего. И мы сейчас очень много пытаемся заимствовать в Польше, потому что мы знаем, что за три года Польша сумела выйти из кризиса, поддержав свой мелкий и средний бизнес. Ну а за 10 лет стала шестой экономикой в Европе. Этим можно только гордиться. Поэтому мы сейчас тоже равняемся на Польшу, не только на Грузию. Очень, очень право. Кстати, Грузия тоже есть хорошим примером, потому что в Грузии удалось в сравнительно коротком времени очень сильно реформировать. Это есть тоже, но в конце концов, конечно, Украина должна выработать свой путь по реформе. Мы, кстати, мы не придем с таким убеждением, что мы скажем вашему правительству, что делать. Нет, мы консультируем. Оно принимает это за решение. Да, и мы понимаем, что мы тоже учимся от них, и они учатся из европейских разных примеров. Из того, это их политическая ответственность. Вы просто помощники. Да. Но это не может не радовать. Но вот вы после встречи с разными структурами, в том числе и с представителями властей нашей области, я хотела бы узнать, каковы цели вы ставите после этих встреч? Что вы хотите услышать, что вы хотите увидеть, и изучив ситуацию в регионе, что будет дальше? Мы хотели бы понимать, как ваши институты приготовят к разным реформам. Будет у вас тоже патрульная полиция. Вы сказали, что заинтересованы в самбирском примере. Тоже есть новый закон по национальной полиции. Как приготовить к тому? Есть новый закон по прокуратуре. Как приготовить к тому? Есть приготовленная в Киеве реорганизация локальных систем прокуратуры. Как вы относитесь к этому? Это есть одно. Второе. В чем они нуждаются, чтобы делать свою работу более эффективно? Я тоже заинтересован в том, что у вас чуть-чуть пацифичная ситуация, потому что вы близко к конфликту. Что это значит в вашей практике, в каждодневной практике? Много есть вопросов. И после этих разговоров, я думаю, что возникают тоже идеи, как помогать. В конце концов, конечно, мы интересуемся, как мы можем быть полезными вам. Но это очень приятно, что вы не просто изучаете информацию, но вы еще узнаете наши нужды, наши потребности, чтобы донести их до центра, что действительно эти потребности сегодня есть в регионах. Но вы уже коснулись закона о национальной полиции. Национальная полиция, новая полиция уже работает на улицах Киева. Буквально в эту пятницу она вышла на улицы Львова. И потом Одесса, Харьков и Днепропетров. Скажите, пожалуйста, миссия помогала реорганизовать именно милицию в полицию? Принимали ли вы участие в разработке, в реформировании украинской милиции? Да, то, что где наша роль до сих пор, конечно, это расширяется. С Министерством внутренних дел у нас очень хорошее отношение с министрами, и с замминистрами, и их сотрудниками. Мы работали очень интенсивно именно над законом. И в министерстве, и тоже в вашей Верховной Раде, в Верховном Совете. Тоже, как вы сказали, мы очень глубоко сотрудничали в саммирском модели. Разработали большинство этих решений. И стараемся помогать тоже с патролем. Там есть многие, которые помогают уже. Американцы, японцы дали машины в Киеве. Это очень здорово. Канадейцы тоже помогают. И, конечно, реформа полиции, это гораздо больше, чем патрол. Это тоже... Она будет развиваться и будет набирать обороты. Должные дела, это целый комплекс расследования, целый комплекс. Работы есть очень много и очень долго. То есть я так понимаю, что саму законодательную базу реформирования вы все-таки нам помогли создать, чтобы мы шли тем же европейским путем, как шли другие европейские страны. Но реформа началась с крупных городов. Мы называем большие мегаполисы, в которых уже работает или будет работать полиция. Но как быть маленьким городом? Я знаю, что мы как раз коснулись Львовской области. Вы активно сотрудничали с городом Самбар. Это, будем говорить, небольшой административный центр. И вы, насколько я знаю, помогали там реорганизовать местную милицию, то есть в маленьком городе. Что удалось сделать? Расскажите, и как давно сотрудничаете с Самбаром? Пункт выхода этого проекта был, чтобы люди чувствовали, что милиция для них. А милиция не такая абстрактная вещь, на которую нельзя считать, потому что их нет когда надо. И в маленьких городах это очень важно, когда люди друг друга даже знают. Да, но есть очень важная везде, чтобы полиция или еще там милиция служила населением. Нам удалось реорганизировать милицию, особенно милицию быстрого реагирования. Через эту реорганизацию и через то, что на основе наших советов они сократили бюрократию и пересылали людей на конкретную полицейскую работу с людьми. Удалось очень сильно сократить время реакции. Сейчас в Самбире 5 минут средние. И даже в сельских населенных пунктах 16 минут. И раньше это было гораздо, гораздо больше. Два часа и так далее. Но тоже в связи с тем доверие людей возросло к милиции. И сейчас они звонят. Потому что раньше они не звонили, потому что известно было, что ничего не будет. А сейчас есть вывод с того, что они звонили. Милиция таки помогает. Милиция начинала помогать. Это очень здорово. Кстати, очень важный пункт этих всех, чтобы та реформированная часть этих органов тоже имела хорошие, позитивные, долгосрочные рычаги. И необходимо тоже адресовать вопрос зарплаты, которые в Украине очень низкие. Очень низкие в этих критичных пунктах. И поэтому есть такой цинизм, что и так люди не живут из зарплаты. Не все, но очень многие имеют этот цинизм, которые говорят о службе, но вообще делают свое в карман. И это надо, это абсолютно надо проостановить. И корни ваших проблем на Востоке были в этом, что эта милиция, когда эта агрессия создалась весной прошлого года, они не были сильными, не были патриотичными, они не гордились из своей работы. Там они прошли и продали полицейские места и все. Не было, будем так говорить, в том числе не только моральной, но и финансовой мотивации в этих полицейских. Скажите, пожалуйста, в милиции, та, которая была, скажите, пожалуйста, вот та зарплата, которую сегодня обещают, 8-10 тысяч гривен, это адекватная зарплата? С такой зарплатой больше в карман никто не захочет брать? Или все-таки надо думать о более высоких зарплатах полицейских? Чтобы не было того, что я могу заработать по дороге в карман? Я сказал бы некоторые вещи. Впервые, конечно, я здесь представляю миссию, я не должен быть популистом. В политике популисты я не должен быть популистом. Я тоже поэтому должен добавить, что, конечно, центральный бюджет в очень трудном состоянии. Поэтому мы должны тоже понимать, что да, надо в перспективе еще больше, но сейчас... Это уже лучше. Это уже гораздо лучше. Это одно. Второе, что самая зарплата, это не разрешает проблемы. Надо иметь такую кадровую политику. Вообще сейчас в этих институтах... Чтобы было престижно работать. Нет, нет того. Это кадровая политика, это именно эти связи между людьми. Между структурами, между... И знаем, что многие просто купят свою позицию. Это надо абсолютно изменить. И надо иметь кадровую политику, которая хорошо аттестирует способность людей. Сотрудниками. И моральное состояние людей. И потом надо иметь внутренний контроль и в полиции, и во всех этих местах, которые должны быть тоже очень этичные, сильные и не толерируют ни коррупцию, ни нелояльности к институтам. Это все надо делать, чтобы что-то новое... Вместе комплексом. Вместе комплексом. Но мы говорили о полиции быстрого реагирования в маленьких городах. Скажите, вот опыт Самбара. Какие регионы Украины уже его перенимают? В Львовском, прежде всего, расширяется вокруг Самболе. В Харковском я был позавчера и разговаривал с губернатором в Харкове и с главой региональной полиции. Полиции, милиции, они там новая водолага именно начинали. Позавчера начинали этот эксперимент. В Одесском тоже, начиная, в некоторых пунктах расширяется. Важно будет, чтобы мы разговаривали с госпожой Казгуладзе в Министерстве внутренних дел, что надо потом посудить результаты, анализировать. Тоже, если будут слабые пункты, то на этой основе делать более общую реформу. И адаптировать, и учиться эксперимент здесь тоже на другие части полиции и в Министерстве вообще. Потому что в Министерстве тоже огромное, очень много слоев руководства. Многие люди работают как бюрократы. То есть вы считаете, что в Министерстве тоже надо устранить вот эту бюрократическую ланку, чтобы оно работало более эффективно. То есть тоже много бюрократов. И перенести акцент от кабинетной работы до действительной работы. Работы непосредственно следователей и патрульных. Правильно я понимаю, да? Точно, да. Скажите, пожалуйста, вот эта полиция быстрого регирования, может ли она стать вот таким новым этапом работы реформирования, чтобы такая полиция быстрого регирования была по всей Украине, во всех маленьких городах? Я знаю, что в Министерстве очень высоко оценили опыт сам Бара и говорят, что... Я думаю, что это надо делать. И это будет один из элементов реформы полиции. В дальнейшем? Конечно, есть гораздо много-много других. Мы еще о расследовании не разговаривали, и о уголовных процессах не разговаривали. Мы не разговаривали еще насчет сотрудничества полиции с новой, которая еще создается с прокуратурой в расследованиях. Есть много-много-много части этой реформы, и надо постоянно идти вперед. Скажите, пожалуйста, вот полиция быстрого реагирования, чей опыт, опыт каких стран вы здесь изучали и применили у нас в Украине? У нас есть люди из разных стран, которые работают здесь, поэтому, когда мы предлагаем что-то, у нас всегда есть консультация между нашими экспертами, немецкие эксперты, французские эксперты в моей миссии, из Швеции есть много, из Румынии тоже. Поэтому мы не копируем, не советуем, чтобы копировать один пример, только сделать вывод из разных. Конечно, для вас, как я сказал уже, и вы тоже сказали, Фаина, опыты тех стран, которые вышли из социализма, особенно из советского социализма, которые были еще более основаны на центральной контроле. Подчинение прямое. И меньше традиций права человека, даже чем в странах, как Польша и так далее. Еще более важное, то, что удалось сделать в Прибалтику, в Грузии, то есть огромное важное для вас. Мы уже немножко говорили о том, что важно вернуть доверие людей к полиции. Скажите, пожалуйста, мы начали реформу. Сколько нам понадобится времени, чтобы мы все-таки вернули вот то доверие людей к людям в форме? Я думаю, что это зависит от того, как динамично эти реформы идут. А динамика зависит от руководства. Это бесспорно. Можно делать вещи быстрые, можно делать вещи более медленные. Это в данном моменте нельзя сказать, сколько времени, но есть один очень важный пункт. Нельзя только изменить закон, тоже надо изменить культуру. И культуру. Чтобы все понимали, что этот прокурор – это не всех властный человек. Он не прокурором, а не Богом. И что он не над судом. Что он такой же человек, как и простые люди. Да, эти навыки, эти обучения, это надо изменить. Менталитет? Менталитет, это потребует времени. Ну, ваши прогнозы – это год, это два, может, это полгода даже? Или это все-таки больше? Я думаю, что уже полгода граждане Украины будут чувствовать, что начинают изменения. Когда это консультируют, это, наверное, пять лет надо. Если все идет хорошо. Если все будет продолжаться в том же духе, будем так говорить. Да, да. Я уже не могу не спросить. Скажите, пожалуйста, лучшие европейские практики? Вы уже сказали, что вы работаете, задействованы в реформе полиции, что вы задействованы в реформе прокуратуры. У нас очень много нареканий на суды. Вы тоже готовы нам помочь реформировать судебную систему Украины? Да, да, да. Это часть нашего мандата. Здесь есть, конечно, именно здесь очень важность реформа Конституции, потому что надо, чтобы судебная система стала независимой. Тоже надо, чтобы там опять кадровая политика и зарплаты стали эффективными. Конечно, этот уровень коррупции, о котором люди говорят здесь, в судебной системе, это очень, очень, очень болезненная вещь. В странах, где верховенство, право уже существует долго, если судья придет где-то, это чувствуешь, что он есть авторитет, он гордится из своей работы. Я помню, как в Америке я работал с одним судем, кстати, в России тогда, в 90-х годах, а как мы вернулись в Нью-Йорк, я его пригласил на завтрак. Маленький, скромный завтрак. И когда я хотел платить, он сказал, нельзя, я не могу принимать даже, чтобы вы платили за мою кофе. Это такой стил, и такое сильный, да, такое чувство, это очень важно, что я, судья, меня никто не может купить, потому что я представляю право. Это очень, очень важно, кардинально важная вещь, конечно. Здесь есть тоже споры между реформаторами, в Украине. Надо то в первое, надо другое в первое. Здесь нет чуда, но я помню, что в начале, в 90-х годах, как в моей стране это все начиналось, я был очень скептичен, ли это можно быстро делать, и это вообще можно делать, потому что судья там, как у вас были маленькие-маленькие люди, которые, у них не было самого силы на вас самочувствуют. Ну и удары. Сейчас суди в Венгрии самостоятельные, независимые люди, которые представляют право и не властных людей. Мы уже с вами как бы определили сроки, через сколько лет можно будет вернуть доверие людей к людям в форме. Вот хотелось бы спросить, вы сказали о верховенстве права. Сколько Украине понадобится времени, чтобы у нас все-таки восторжествовало верховенство права, право простого человека? Для меня тот вопрос и предыдущий вопрос взаимосвязанный. То есть не меньше 5-6 лет? Я думаю, но это не так, как река, что придешь, придешь, и потом перешел через реку. Верховенство право это делается постепенно, нет четкого строгого такого четкой границы. И тоже есть так, что даже в наиболее развитых странах всегда можно чуть-чуть улучшиться. Конечно, у вас задача очень большая. честно, Украина еще сейчас очень далеко от того, чтобы верховенство право было. Это для людей очень важно, потому что они должны чувствовать, право их защищает, если они ведут себя законно, скажем. Даже если маленькие люди, это очень важно, чтобы они чувствовали сильным. Опять в тех странах, о которых мы говорим, если ты маленький человек, и даже против государства, или против крупного бизнеса, если ты прав, тогда судя будет определенным намерен это решить. Даже если чуть-чуть более в сторону маленьких людей так ощущают разные дела. Скажите, пожалуйста, на совсем немного времени хотелось бы узнать у вас, вы уже не первый день, не первый год даже в Украине, какие из структур в Украине самые открытые для общения, для диалога, а какие все-таки закрытые до сих пор? Мы найдем сотрудничество с вашими институтами достаточно хорошим, они открыты к нам, учатся и сотрудничают с вами, с нами. у вас тоже есть очень сильный гражданский сектор, тоже в реформах очень важные, сильные. И я хочу тоже сказать, что украинцы очень талантливые люди, очень таланты и терпеливые. Терпеливые иногда, да, а иногда меньше, но это страна, которой надо больше, надо пробовать власть гораздо лучше и гораздо более честной. Я надеюсь, что именно эти реформы начинались. Тот факт, что вы работаете с нами вообще, с членами Евросоюза, это тоже означает, что постепенно у вас есть больше и больше доступ к этим, что вы называли хорошим практикам. Думаю, что это надежный процесс. Но мы очень рады, что для вас все структуры, все институции власти открыты. Мы будем надеяться, что вы поможете. Я этого слова все это не точно сказал. Все-таки не все. Есть разница, конечно. Мы надеемся, что вы поможете открыться другим всем структурам, чтобы мы могли четко сказать, что все структуры, все институты власти открыты к диалогу, и вы поможете наладить диалог между центральной и региональной властью, и все реформы, которые стартовали у нас, будут успешными, а главное эффективными. Спасибо вам огромное, что сегодня были в студии Погляда. Вам спасибо за ваши вопросы, за интересованность, спасибо для зрителей. Это была программа Погляд. У нас в гостях был глава консультативной миссии ЕС Калман Межей. Рада была вас видеть. Сегодня миссия помогает нам внедрить лучший опыт, лучшие европейские практики в преобразование, которые уже стартовали в правоохранительной системе Украины. Спасибо и за помощь, и за откровенную беседу. Будем очень рады видеть вас в этой студии с новой информацией о том, как на самом деле продолжается наше сотрудничество и каковы его первые или вторые результаты. С удовольствием возвращаюсь к вам. Удачи и до встречи. Если вы пропустили важную информацию, заходите на наш сайт 34.ua Все самое значимое в свободном доступе в любое время суток. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok